Кстати, братья и сестры, готовясь к этой проповеди на этой неделе, я постоянно ловил себя на мысли о том, что всякий раз, когда мы празднуем, говорим, отмечаем это событие Троицы, сошеств Святого Духа на апостола, в рождении от Церкви, как мы сегодня слышали, мы этой Личности уделяем большей частью внимания на этом собрании. А затем, как будто наступают следующие события, другие праздники, наша жизнь, она продолжается, мы проповедуем, говорим о Господе, но как-то Личность эта находится как бы немного в тени. Где-то мы сегодня поговорим внимательно, читали в начале Деяния Апостола об этом событии, об этом празднике, проповедуем, не знаю, братья вечернее служение, о чем будут проповедовать, но в следующее воскресенье будет уже другая тема. Почему-то дьявол очень постарался для того, чтобы та Личность, которую Господь сказал, я вымолю, я упрошу, я умолю Отца, чтобы Он послал, она была где-то в тени в Церкви. Мы верим и мы признаем, и мы абсолютно, мне нет сомнения, что мы не верим в Личность Духа Святого, в Святую Троицу, но в практической нашей жизни, хорошо, если это по-другому. Хорошо, если мы осознаем, хорошо, когда мы понимаем, что тот, кто сказал, что Он с нами пребывает и в нас будет, тот, кто сказал, что я хочу обитать в вас, я хочу, чтобы ваше тело было храмом для Духа Святого, тот, который будет сопровождать нашу жизнь, и тот, который не покинет ни одно мгновение нашу жизнь, хорошо, когда мы это осознаем, благодарим Бога, даем возможность Духу Святому вести нас по этой жизни. И важно понимать, что Христос, говоря о приходе на землю Личности Духа Святого, Он послал Его для определенной цели, Он послал Его для определенной миссии. У Духа Святого есть определенная миссия на этой земле. В прошлом году мы много уделяли внимания теме о работе Духа Святого в жизни верующего, спасенного человека, если вы помните. И об этом Христос очень ясно говорил до Своих страданий, до Своего воскресения и вознесения. В желании моего сердца в это утро вместе с вами обратиться к тексту Священного Писания, который записан в Евангелие от Иоанна, седьмая глава. Мы сегодня уже слышали Евангелие от Иоанна, последующие главы. Но сегодня мы обратимся к седьмой главе, к трем стихам. Если есть возможность, тоже, братья, откройте эти три стиха, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый стихи. Эти стихи будут темой нашей сегодняшней рассуждения. Итак, я читаю эти три стиха. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Если есть возможность, чтобы эти тексты оставались перед нашим взором, или Библия у вас открыта, вы можете тоже следить. Это будет главный текст, на который мы будем вращать внимание. Согласитесь, текст Священного Писания чрезвычайно важный. Но чрезвычайно, на мой взгляд, очень сложный. Его сложность заключается в том, чтобы нам правильно понять, что имел в виду Иисус Христос, когда говорил в 38 стихе, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, и сразу перевожу на понятный язык. Здесь стоит старое русское слово «чрево», то есть речь идет о внутренности, о внутреннем человеке, из сердца, из души, духа, из нашего внутреннего человека потекут реки воды живой». Понятен этот стих, да, братья и сестры? Я бы хотел, чтобы мы сегодня внимательно следили за этим текстом. Друзья, речь идет об очень важном каком-то действии, событии, вообще процессе, которое будут должны происходить у кого? Кто будет веровать в Иисуса Христа? Правда? Чрезвычайно важно. Интересно, что Христос говорит, не было никаких непонятностей, не было никаких недоразумений. В 39 стихе Он сразу же говорит, «Сие сказал Он о ком? о Духе, которого имели принять верующие, о Духе Святом, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть необычное состояние или процессы, можно сказать, верующего человека во Христа будет связано с Личностью Духа Святого, который должен прийти в будущем, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Братья и сестры, мы сегодня кратко уже слышали о служении Духа Святого, что Он будет наставлять на всякую истину. Это только маленькое одно из Его служений. Это чрезвычайно важно, пусть это первая мысль первого брата, она находится в нашем сердце, в нашем разуме, и она поможет нам увидеть общую картину вот этого благословенного действия. Обратите внимание, что в основном Иисус Христос говорил о Духе Святом в 14 и в 16 главах Евангелия от Иоанна. Правда, когда мы читаем? Вот Он посвящает, Он говорит, что я уйду, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, не придет утешитель, но если я пойду, я умолю Отца и пошлю вам другого утешителя. Помните, да? И Он дальше говорит в 16 главах, Он посвящает Личности Духа Святому. Но обратите внимание, эта глава, вот это обещание находится как бы немного в стороне от этих глав и событий. 14, это 7, простите, глава, мы находимся с вами. Ага, через 16 главы чуть в стороночке находится, да? Но у нас нет никаких сомнений, как мы уже прочитали, что речь идет о Духе Святом, который самым тесным образом связан с Личностью Христа. Итак, главная мысль моей проповеди сегодня для каждого из нас заключается в следующей, о чем мы будем рассуждать. Что это за состояние? Что это за процессы, которые Христос говорил? Из вашего сердца у верующих людей потекут реки воды живой. Как это может проявляться в нашей с вами жизни? Происходило ли это в жизни апостолов или людей, которые веровали Иисуса Христа после того, как Он был прославлен? Это очень важно. Происходило ли это или нет? В этих трех стихах 37, 38, 39 содержатся очень важные библейские истины, и они нам помогут понять смысл этих слов Иисуса Христа. Итак, вопрос давайте зададим, что же побудило Иисуса Христа произнести эти важные слова и обстоятельства, при которых это было сказано. Как мы видим из 2 стиха этой главы, 7, Иисус Христос находится в Иерусалиме на великом празднике. Этот праздник назывался праздник Кущей. Вы знаете, что все мужчины иудеи, которые жили в радиусе 24 километра, они обязаны были прийти в Иерусалим на этот праздник, все мужчины. Но приходило множество народа. Было несколько основных праздников, установленных Богом для израильского народа. И поэтому мужчины, женщины, дети приходили на этот праздник, друзья. Вам знаком этот праздник Кущей? Народ израильский вспоминал то время, когда Господь вывел из Египта, и где они жили, где они находились? Шалаши делали, палатки, здесь Кущей названо, да? Шалаши, палатки, вот какие-то там не находились, да? Жили все это время, находясь в пустыне. И Господь дал, говорит, что вы помнили, вспоминали вот эти события. И поэтому интересна была, знаете, декорация. Тысячи, тысячи людей приходили, они устанавливали вот эти шалаши, палатки и жили. Но делали это немножко, знаете, очень интересно, вот, скажем так, вот, крыша, да, как мы говорим, когда они ложились, она не была плотна. Она была очень так, чтобы небо видно было, и звезды были видны. В этом была особенность, знаете. Но интересно, что еще происходило на этом празднике. Совершался очень интересный ритуал. Такая древняя церемония, которая ежедневно совершалась. Огромная процессия людей, впереди которой шел священник, она направлялась от храма к Силаамскому источнику. Впереди шел священник, в руках которого был золотой сосуд. Эта процессия подходила к Силаамскому источнику. Священник набирал воду, они возвращались к храму, и священник выливал на жертвенник эту воду, а в это время левиты пели следующее. Они пели из книги пророка Исаии, 12 глава, 2 и 3 стих. Если можно, братья, откройте, пророк Исаия, 12 глава, 2 и 3 стих. Они пели следующие слова в это время, когда священник выливал эту воду. 12 глава, 2 стих, пожалуйста. И третий. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был не во спасение. Третий стих. И в радости будете что делать? Почерпать воду из источников спасения. И вот по всей видимости в этот момент священник, может быть, вот в этот момент, когда все это пение происходило, он выливал воду на жертвенник как знак, как жертвоприношение Богу, как благодарность, как воспоминание. И когда мы следим, обращаемся вот к этим стихам 37-й, в последний же великий день праздника. Это был седьмой день. В последний, особенный, торжественный, Христос нашел. Эта церемония продолжалась, совершалась каждый день в какой-то момент. Каждый день совершалась вот эта церемония с водой, когда люди шли и почерпали. В какой-то момент, друзья, мы можем предположить, Христос, когда, может быть, закончилось пение. Обратите внимание, как евангелист. Христос стоял, 37-й стих, пожалуйста, да, открыто, спасибо. И возгласил, говоря. Друзья, слово «возгласил», а говорит о том, что это не была какая-то приватная беседа. Христос не просто обратился к ученикам, к какой-то группе учеников. Понятно, что не было микрофонов, не было усиливающих устройств. Но Христос громким голосом в оригинале, в греческом языке написано, по сути дела, прокричал. Знаете, настолько возможно, мужчина, может, громко возгласил. Друзья, он, может быть, прервал даже это пение. Для чего, Господи, для чего? Он хотел обратить внимание на себе. Когда Христос, обратите внимание, помните, вися на Голговском кресте, там тоже возгласил. Христос хотел привлечь внимание. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, Христос хочет привлечь сегодня внимание наше. Ваше внимание и мое к себе. Друзья, он не только возгласил тогда, он и сегодня, он хочет, чтобы мы услышали. Господи, что ты возгласил? Следующие слова чрезвычайно важны. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Христос хотел привлечь к себе внимание как можно больше людей. Понятно, что вся вот эта церемония, она была очень яркой, торжественной. Ну и, казалось бы, должна удовлетворить Господа. Господи, может быть, ты должен был присоединиться к этой церемонии, находиться там. Ведь это было повеление Господа, чтобы народ праздновал. Но обратите внимание, это не радовало Господа. Люди пели об источниках спасения, но отвергли истинный источник Иисуса Христа. Иудеи отвергли эту воду жизни, которую Христос предлагал людям. Люди, которые окружали Иисуса Христа, искали удовлетворения своих духовных нужд в обрядах оступнического, мертвого юдаизма. В этой мертвой религии, братья и сестры, на которой происходило в храме в то время, когда Христос находился на этой земле. Без истинного покаяния, без истинного поклонения, без истинного спасения. Все это было, да. Но пришел источник воды живой, пришел Бог, пришел Христос. Но люди отвергли этот источник. Иисус видел бессмысленность с этих обрядов, праздничных церемоний. Он понимал, что эти церемонии, эти ритуалы никогда не смогут удовлетворить внутренность человека, братья и сестры. Никогда мертвая религия, обрядовость не сможет насытить сердце человека. Поэтому Он провозгласил громко, кто жаждет, иди ко мне и пей. Друзья, чрезвычайно важно. Это первые условия к исполнению слов о потоках воды живой, которые будут наполнять сердце. Друзья, это первое. Кто жаждет, что нужно? Идти кому? Ко Христу. И что делать? Пить. Первое – жажда. Вам знакомо это слово? Жажда. Жажда бывает разная, друзья. Жажда бывает физическая. Я думаю, каждому из нас знакомо. Люди, которые особенно жили, выросли в странах Центральной Азии, знакомы, наверное, когда очень жарко. Когда температура очень высокая, жара, и вам хочется пить. Скажите, если вам предложили самую вкусную, может быть, какую-то сладость, торт какой-нибудь, еще что-нибудь, вы бы променяли его на глоток холодной воды? Мы бы отвергли эту сладость. Нам нужна вода, нам нужно просто удовлетворить свою жажду. Мы хотим пить. Это знакомо каждому человеку. Друзья, есть другая жажда. Существует не только жажда физическая, существует жажда душевная, а еще главное – существует жажда духовная. Простая очень истина. Чего мы желаем, к тому мы и стремимся. Чего мы желаем, чего мы жаждем, к тому мы будем и стремиться. Нам людям знакома жажда материальная, душевная. Иногда эта жажда, сильное желание вытесняет все из нашей жизни. Нам что-то хочется. Возможно, это не греховные вещи, братья и сестры. Но согласитесь, каждый, наверное, испытывал, может быть, в какой-то определенный момент жизни, нам так хочется что-то приобрести, не знаю, что-то купить детям нашим, нам, взрослым людям. И оно вытесняет все желание. Оно становится просто, знаете, страстью. Мы хотим что-то. Либо куда-то поехать, отдохнуть, еще что-то. Я не говорю, что это греховные желания, друзья. Плохо, когда они становятся страстью, жаждой. Мы просто жаждем, мы больше ничего не хотим, мы только об этом думаем, друзья. Это плохо, потому что делает нас пленником этих желаний. А другая должна быть жажда. И то, что Господь хочет, друзья, чтобы в нашем сердце, в жизни верующего человека, постоянно была самая главная – жажда. Жажда по Богу. И жажда по Богу определяет нашу с вами жизнь. Жажда по Богу определяет наши истинные ценности, кто мы есть. Жажда – это своего рода, знаете, как термостат, который определяет нашу температуру, духовное состояние, наше желание идти за Богом, молиться, читать Его Слово, определяет нашу веру и ту цену, которую мы готовы заплатить за наши отношения с Богом, друзья. Помните женщину, которая принесла алавастровый сосуд драгоценного мира – Мария? Люди шли за Господом для того, чтобы получить от Него. Чтобы получить от Него. Она пришла, чтобы дать. Она принесла все, что у нее было. Это огромные деньги, это огромная стоимость по тем временам. Но она жаждала Христа. И вот так она себя проявила. Она не просто что-то отлила из этого кувшина, она разбила. И дом наполнился благоуханием. Жажда по Богу побудила Марию разбить этот сосуд. А помните другая Мария, сестра Марфы, которая настолько жаждала слышать Иисуса, что она пренебрегла даже, может быть, законом и гостеприимством. И в это время, как Марфа заботилась, суетилась о многом, что Мария сделала? Она сидела у ног Иисуса и слушала. Почему Мария? Она жаждала, она знала, что не всегда будет. Ее жизнь не всегда будет, когда она может сидеть и видеть и слушать Иисуса и наполнять свое сердце, утоляя свою духовную жажду. А помните женщина, другая, самарянка, которая проделала огромное расстояние, боясь косых взглядов соседей и людей, которые могли бы ее осудить. И она пошла за водой у колодца. Но и Христос преодолел большое расстояние, потому что видел настоящую жажду этой женщины. И Он пришел, чтобы навсегда удовлетворить ее эту жажду. И помните, она пришла и говорит, дай мне этой воды. И Христос дал ей настоящую воду жизни, которая удовлетворила абсолютно все. Христос удовлетворил ее жажду. Жажда позволяет вкусить нам, как благ Господь, братья и сестры. Когда мы по-настоящему жаждем и вкушаем, мы вкушаем Господа и во всей полноте. Настолько Он дивен, настолько Он прекрасен, настолько Он благ. И вкусив Его благость, мы всегда будем стремиться к Нему в любое время. Не замечая времени, обстоятельств, мы будем стремиться к Нему. Когда мы наполнены Богом, приходит радость, мир в наше сердце. И это состояние несравнимо ни с чем. Дорогие друзья, братья и сестры, Бог изливает на жаждущее. Когда Бог видит жаждущее сердце, поверьте, Христос преодолел много расстояния. Христос видит жаждущее, братья и сестры, Он обязательно удовлетворит. Он изливает в изобилии своем. Он ищет эти сосуды жаждущие сегодня. И у Него есть, что, поверьте, дать. Бог изливает на тех, кто жаждет отношений с Ним. Друзья, нет отношений с Богом. Мы засыхаем. Мы становимся равнодушными. Нас не притягивает Христос, не притягивает Его Слово. Молитва становится утомительной. И хотелось бы скорее завершить ее собрание очень скучным, долгим. И наше естество постепенно перестраивается на другие сферы бытия. У нас начинает развиваться другая жажда. Поверьте, друзья, это очень важно. У верующих человеков, которого нету жажды по Богу, так устроен наш человек. Есть другие законы, другие инструменты, есть другие то, что будет в нас побуждать. И будет развиваться другая жажда, друзья, по временному, по земному, по греховному, может, не греховному, но проходящему, ничего не стоящему, друзья. И приходит то состояние, о котором Христос сказал той женщине-самарянке, помните, у колодца, всякий, пьющий воду сию, что? Вожаждет опять. Всякий, пьющий воду, будет жаждать опять, друзья. Это истина настолько древняя, но как многие сегодня христиане оказались. И они за всех ходят, или ищут, или даже бегают от одного колодца к другому, думая удовлетворить свою жажду, забывая, что эти колодцы либо пустые, которые не способны держать воду, либо эти колодцы никогда не удовлетворят их внутреннего человека. Если они по-настоящему спасены, возрождены, они никогда не дадут внутреннего глубокого удовлетворения. Друзья мои, где наш колодец? Из какого колодца, источника мы сегодня с вами черпаем в нашей повседневной жизни, кроме утреннего служения? Жажда позволяет нам смиряться пред Богом, искать Его лица, друзья. Жажда по-настоящему, по Богу, дает нам вот это состояние. Господи, я нуждаюсь. Помните, блаженство, заповеди блаженства. И первое блаженство какое? Блаженны, нищие духом. В другом переводе, блаженны те, у кого всегда простерты руки. Господи, я нищий сегодня. Той благодати, то, что я читал вчера вечером, недостаточно, и мне нужно утром вновь. И каждый раз, я буду нуждаться в тебе, друзья. Это правильное состояние. Жажда позволяет искать нам лица. Нас преображает в образ Христа. Дух Святой изменяет, начинает нас внутри работать, убирает все преграды, что мешают Богу действовать через нас. Друзья, жаждущий задыхается и умирает без воды. Духовная жажда дает нам сильное желание бежать к Богу, искать в Нем утешения, мира и ответа на все наши переживания, скорби, горечь, разочарования, одиночества, непонимания окружающих нас людей, если мы только жаждем. Желание и жажда – это своего рода пульт управления нашей жизни, друзья. Сегодня доступно, если мы хотим изменить температуру в нашем доме, мы можем сделать это, находясь далеко от дома, в нашем телефоне это есть. И мы можем повысить или понизить температуру, приехать домой и сделать соответствующую температуру, друзья. Вот так в нашей духовной жизни пульт управления находится у нас с вами. Я хотел бы привести кратенький пример из страшной трагедии жизни семьи Давида. Помните, у Давида был сын по имени Амнон, а была еще дочь, красивая девушка по имени Фомарь. И Амнон настолько воспылал страстью к этой девушке, к своей сестре. Ее нельзя назвать любовью, это была похоть. Но это была такая жажда овладеть ею, что он искал разные пути, как это сделать. 2-я книга царств, 13-я глава, 2-й стих написано так. 2-я книга царств, 13-я глава, 2-й стих написано так. Искорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомарьи сестры своей, ибо она была девицей, Амнон указал с трудным что-нибудь сделать с нею. Обратите внимание, жажда, его похоть стала жаждой, и он заболел, он потерял рассудок, потерял сон. Вы помните, чем закончилось это стремление, эта жажда? Это привело к страшной трагедии всей семьи. Он совершил страшное зло над своей сестрой, насилие, и результат не заставил себя долго ждать. Мы читаем 2-я книга царств, 13-я глава, 15-й стих. Обратите внимание на этот текст. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ею, была сильнее любви, какой имел к ней. И сказал ей Амнон, встань, уйди. Друзья, вот что превращается, это жажда греховная. Жажда по греховному, временному, проходящему, всегда заканчивается разочарованием, пустотой и даже смертью, как это произошло с самим Амноном. Братья и сестры, я хотел бы сегодня обратиться к церкви. Знаете ли вы, понимаете ли вы, видите ли вы, слышите ли вы, что самая огромная трагедия нашего времени, трагедия многих христиан сегодня заключается в том, что многие утратили жажду по Богу? Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. А я сегодня хочу сказать, что многие, не все, друзья, я говорю не о всех, но многие утратили. Это еще страшнее. Друзья, хорошо, когда эта жажда есть, правда, и можно идти и пить, но когда она отсутствует, эта жажда, что делать, как быть? Друзья, хорошо, что сатана знает ценность живой воды, сатана хорошо знает ценность того, что Бог дает тем, кто жаждет, потому что он сам когда-то был там, на Святой горе, он был сотворенным этим сияющим Серафимом, Херувимом, этот величайшим ангелом света, он находился там, и он знает, что такое быть удовлетворенным Боге, а теперь он не имеет этого, и он побуждает миллионов, миллионов людей, верующих людей искать сухих колодцев сегодня. Он создает иллюзию, были вы иногда в такой, знаете, пусть не пустыне, но очень жаркое время, когда вам кажется, что впереди там что-то показалось, даже кажется, что вода окажется там, вы приближаетесь, а ничего нет, это иллюзия, это просто испарение, это просто, знаете, от солнца, от жары, иллюзию, друзья, сегодня сатана создает во многих сердцах иллюзию того, что они удовлетворены, этого достаточно для их духовной жизни, и он прилагает все силы, чтобы украсть то, что ценно для Бога. Он крадет у людей жажду по Богу, заменяя ее другими желаниями, желаниями этого мира и его приходящими ценностями. если у нас нету жажды по Богу, значит, что-то другое придет, наш внутренний человек будет искать другое, и наша ответственность, друзья, ваша и моя, это личная ответственность, не позволится-то не обмануть нас, не позволится-то не украсть у нас жажду по Богу, теряется духовная жажда, теряется все, друзья, нет жажды по Богу, друзья, мы не получим ничего, мы уйдем из этого собрания пустыми, мы не получим из этой проповеди ничего, мы будем открывать Библию просто формально для того, чтобы успокоить нашу совесть, я прочитал, я помолился, я побыл в собрании, нет жажды по Богу, это трагедия. сегодня во многих церквях, где будет вечернее собрание, просите за откровенность, большинство христиан не придут на вечернее собрание, не все, на неделе во многих церквях мира я обобщаю христианство, там, где церкви собираются для молитвы, изучения Писания, не придут на эти собрания. В нашей церкви это до 90% людей. Друзья, я не хочу сегодня обличать, я не хочу сегодня критиковать, я хочу сегодня плакать с вами, если есть слезы, если есть понимание. по причине отсутствия жажды многие христиане приходят на служение откровенно, скучают, они ожидают окончания проповеди, они критикуют пастора за то, что он задержал служение, вы задержали служение, время, время, пастор. Многие сидят просто на телефоне сегодня, во время, и сейчас, наверное, кто-то. Мне несколько раз говорили из зала, у нас идет прямая трансляция, Христа в это время разговаривает между собой, нам не видно, мы на кафедре становимся, наши лица обращены к вам, мне говорили пастор, объявите, пожалуйста, в церкви, во время прямой трансляции Христа разговаривает между собой, друзья, если обсуждаете слово, обсуждайте его потом, после собрания, друзья, вы знаете, что происходит сейчас, Господь говорит моему сердцу, оно сокрушено, говорит ли Господь к вашему сердцу, вы знаете, что сатана пришел украсть, и первое, что он делает, он ворует, он ворует слово, постарайтесь закончить собрание, выйти и поговорить, что сегодня было, что пели сегодня, какой стих сегодня был чудесный, что сегодня говорилось в слове, это трагедия времени, это трагедия нашего времени, друзья, но Христос, обратите внимание, зная, зная каждое сердце, когда пришел на этот праздник, видя эту торжественную церемонию, это торжество, Христос набирает воздух в свои легкие, Он был в теле, если бы это был Господь, братья и сестры, с неба, там бы люди все попадали, как мертвые, если бы услышали глаз неба, иди ко мне и пей, но Бог вложил Своему Сыну, у Него не было микрофона, братья и сестры, Христос набрал легкие, громко воскликнул, кто жаждет, Господи, кому обращаешься, много духовных мертвецов, но Христос знал, что Его Слово, друзья, оно способно оживотворить, Его Слово способно вызвать эту жажду, Он знал, что и там есть те, которые жаждут, и может быть они приходят семь дней, каждый день праздник, приходят к этому ручью, набирают воду, поют эти псалмы, а внутри пустота, и Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне, иди ко мне и пей, это благословенное состояние, друзья, я хотел бы сегодня обратиться к тем, кто честно признают в своем сердце, кто исследуя свое сердце и проверяет свое сердце и могут сказать самому себе, у меня нету жажды, у меня высохло все внутри, а все, что есть, это просто формальность, это просто оболочка, это просто красивая картинка, они могут задать правильный вопрос, ведь Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне, у меня даже нету жажды, нет желания, нет стремления, моя духовная жизнь превратилась просто в формальную религиозную жизнь, что делать? очень правильный вопрос, друзья, что делать? Друзья, я скажу вам, что делать, у меня нету этой воды, я вам только скажу, что делать, для тех, кто честно признает, у меня нет жажды, придите сегодня домой, зайдите в вашу комнату, закройте вашу комнату, двери, и скажите отцу это втайне, откройте ваше сердце просто, поговорите с Господом так, как вы, может быть, никогда не говорили всего в вашей жизни, просто излейте вашу душу, скажите все, что у вас наболело, будьте честны с Богом, говорите все, может быть, никогда у вас такого не было, друзья, скажите Господу о вашей пустоте, о вашем разочаровании, о том, что вас не привлекает больше Библия, что у вас появился другой источник, не стесняйтесь, я скажу, что произойдет, в моей жизни это было, и Бог излил, Бог излил жаждущие, каждый раз открываю свою Библию, я питаюсь с нею, братья с разбольшой радостью готовлюсь к проповеди, я сижу над каждым стихом, я над каждым разбором готовлю каждый стишок, выпрашиваю Господа милости и мудрости, я не хвалюсь, я жажду, братья сестра, скажите Господу, я жажду, скажите это лично Ему, не нужно выходить сейчас, я не хочу оставить положение неловкое, скажите Богу лично, Он излиет на жаждущие, Он излиет. Чтобы пить, для этого не надо иметь какие-то особенные способности. Процесс питья очень простой, нужно просто пить. Вы видели, как маленькие детки пьют? Когда они еще маленькими ручонками неумелыми дают, они хотят уже сами пить, они берут ручонками чашечку, не бутылочку, чашечку и подносят к своим устам. Водичка течет по них, но они такие рады, они пьют сами глоточками, братья, сестры. Процесс питья очень простой, пить умеют все. Чтобы пить, для этого не нужна особая посуда, друзья, не нужна дорогая посуда, не нужна дорогую чашу. К источнику воды живой не нужно стоять в очереди. Он всегда доступен для каждого человека. Уста любого человека могут коснуться потока Божьей любви. Уста любого грешника, прокаженного, оскверненного, могут сегодня пить из источника Божьей любви. Поверьте, они не осквернят этот источник, но наоборот будут очищены. Бог позволяет прикасаться устам любого грешника к этому источнику. Источник отравляется Иисус Христос. Что для этого нужно сделать? Христос сказал, иди ко мне и пей. Друзья, придите к Господу. Придите к Господу, если вы пусты внутри, если у вас нету жажды. Если есть жажда, идите и пейте. И Господь даст эту живую воду. Очень важно обратить внимание, придите с верой, не сомневайтесь. Это то условие, Христос сказал в 38 стихе. Это условие для следующего шага. Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. 38 стих, откройте пожалуйста нам, братья, 38 стих, 39 кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева и сердца потекут реки воды живой. Обратите внимание, итак, жаждет человек, иди и пей, с верою приходи, не сомневаясь, друзья, не нужно задавать вопросы Богу, Господе, я верую всем сердцем. И цитируя этот текст Священного Писания, очень важно увидеть порядок, последовательность, что имел в виду Христос, говоря эти слова. Как мы уже увидели с предыдущего стиха, Христос обращается к огромной массе народа, который пришел, чтобы удовлетворить свой обрядового служения. Христос приглашает людей прийти к нему и веровать в него. Далее он говорит о том, что кто будет веровать у того, давайте будем использовать сразу понятный язык, из чрева имеется в виду из сердца, изнутри потекут, что потекут, друзья? Начнется какой-то удивительный процесс, правда, потекут реки воды живой. И последующий текст ясно говорит о личности Духа Святого, которого принять, ибо не было на них еще Духа Святого. Обратите внимание, в 39 стихе, 39 стих, пожалуйста, слово на них написано курсивом, если у вас Библия открыта, написано словом курсивом на них, потому что в оригинале его нету, этого стиха. Переводчики добавили этот стих для того, чтобы был понятен общий текст. Поэтому в оригинале написано так, ибо еще не было Духа Святого. Понятен, да? Не было на земле Духа Святого. Христос говорил обетовании будущем, что Дух Святой придет. Это важно. Друзья мои, но события, о которых мы сегодня говорим и читаем текст, уже произошли. Иисус уже прославлен, Дух Святой пришел на эту землю сразу же на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Поэтому у меня есть все основания задать себе и вам этот вопрос. Что такое реки воды живой, которые потекут изнутри, из сердца? Обратите внимание, реки текут не из уст. Реки текут не из уст. Обещанный дар это не ораторское искусство. Это неспособность стоять на кафедре и говорить. Источники реки рек воды во внутренней жизни. И они доступны для каждого верующего Иисуса Христа. И это связано с личностью Духа Святого. Теперь давайте посмотрим, что верующий во Христа человек, который принял Христа, который принял Духа Святого, друзья, что он имеет. И это будет ключом к ответу на наш вопрос, а что же такое реки? Братья сестры, я приведу сейчас только семь кратких текстов Писания. У нас нет времени на размышления, домашнее задание. Но это будет ключевой и самый важный момент. Мы с вами посмотрим, мы неоднократно, когда читаем Писание, сегодня мы только слышали одно из работы Духа Святого, он наставит на всякую истину. Я проведу сейчас только семь действий, служений Духа Святого, только семь, а их намного больше. И мы тогда посмотрим, а что же собой представляют эти ручейки, которые соединяются в одну огромную реку, и откуда это исходит. Итак, первое, 1 Коринфянам 12-13, только высвечивает текст и краткое комментарий, очень краткое. Самое первое, что Дух Святой делает в жизни верующего века, он погружает в тело Христа. Он крестит нас Духом Святым в тело Христово. Это самое первое. Все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоенные одним Духом. Друзья, это первое. Спасая грешника, спасая человека, Господь Духом Святым погружает нас, соединяет в тело Христово. Друзья, величайшее благословение и результат мы не останавливаемся. Я только как бы говорю то, что благословение, какие мы получаем в Духе Святом и Его служении. Это первое. Второе. Принимая Духа Святого, мы имеем возможность постоянно исполняться Духом Святым, друзья. Это благословенное состояние, благословенное Божье действие, которое может сопровождать и должно нашу жизнь постоянно верою, друзья. Ефеси нам, 5 глава, 18-19, из стих. Я напомню, что исполнение верующего человека происходит изнутри, друзья мои, а не снаружи. Изнутри Дух Святой нас исполняет, друзья. Когда вы испытывали состояние, когда вы исполнены Духом Святым, что изнутри происходит? Сколько радости, сколько утешения, сколько торжества, сколько благодати слово использую изливается изнутри, правда? Не упивайтесь вином, от которого бывает распуск, но исполняйтесь Духом Святым. 19-й стих. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших, Господи». Добрые сестры, когда церковь поет, пойте, если здоровье позволяет и голос. Друзья, пойте. В некоторых церквях так приятно видеть и слышать, когда люди церковь поют громко, радостно. Они не соединяются, друзья, не потому что надо, а потому что что-то внутри там происходит. Третье. «Принимая Духа Святого, мы получаем дары Святого Духа для служения в Его Теле Христовом Церкви». Друзья, получая Духа Святой, Дух Святой наделяет церковь верующих дарами. 1 Коринфянам 12.7 Один только стих, вся глава посвящена теме даров духовных. Друзья, смотрите, но каждому, обратите внимание, каждому Бог не отделил, не обделил ни одного верующего. Каждому дается проявление Духа на пользу. В контексте всей главы даю эту мысль. Четвертое. «Принимая Духа Святого, мы получаем уверенность в нашем спасении». Друзья, мы запечатлены обетованным Святым Духом. Тот факт, что мы запечатлены Духом Святым, говорит о следующем. Мы являемся детьми Божьими, мы являемся собственностью Бога, мы находимся во власти Бога, братья и сестры. Знаете, там есть печать, будьте осторожны, не сламывайте печать, говорят, если где-то видите, не имеете права прикасаться. Так вот, Дух Святой спасая, поставил свою печать, говорит, собственность моя, сохраню их, избавлю, проведу восхищенный Буди. Ефесиным, 1 глава, 13 стих и 14, если можно, братья, коротко только, спасибо. В нем, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, вера в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удела его в похвалу, славы его. Пятое, принимая Духа Святого, мы принимаем Духа Утешителя, Духа Истины, Духа Славы, который пребывает в нас. Дух Святой Утешает нас во всякой скорби, наставляет нас на всякую истину, Дух Святой прославляется, прославляет нас Христа, когда нас поносят. Помните, Иоанна 14, 16, и давайте только 1 Петра 4, 14, 1 Петра 4, 14, это, наверное, важный стих, хотя здесь Иоанна 14, 16, тоже важно. Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены. Обратите внимание, Дух Славы, Дух Божий почивает на вас, теми хулица вами прославляется. Шестое, принимая Дух Святой, верующий человек получает силу. Братья и сестры, получает силу для чего? Для служения, силу для свидетельства, силу преодолевать и грех, и болезни, и переживания, и горе, и проходить весь жизненный путь. Помните, Христос сказал Деяние апостолов 1, 8, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Краткая мысль за апостолов. Друзья, как вам кажется, ученики до Пятидесятницы и после Пятидесятницы, это разные люди или одинаковые? Люди одинаковые, только с внутренностью, с разным состоянием, правда? Как вам кажется, когда мы читаем, смотрим на этого Петра, который встал буквально какое-то время назад, он отрекался от Господа и плакал о своем падении. Но когда он встал, и тысячи людей, помните, Петр встал, написано. Он, исполнившись Духа Святого, начал проповедовать. Друзья, как вам кажется, что с Петра исходило из его сердца? Реки. Реки воды живой. Он цитировал Писание. Он говорил о Господе. И слыша это, люди не могли устоять перед этими реками. Друзья, не слыша это, они умилялись сердцем и говорили, что нам делать? Что нам делать? Мы не можем быть безразличным, потому что эти реки, они касаются нашего сердца. Друзья, вы получите сил, друзья, не пренебрегайтесь силой Божией. И последнее, только седьмое, принимая Дух Святой, верующий человек принимает третью личность Божества. Он с вами пребывает и вас будет. Наше тело становится храмом Духа Святого. И там постоянно происходит служение, братья и сестры, при условии, если Дух Святой не угошен, если Дух Святой не подавлен, если Дух Святой не оказывается в нашем состоянии, в таком придавленном, пренебреженном состоянии. Это очень важно. Друзья, мы перечислили только семь действий Духа Святого в нашей жизни. А теперь давайте себе представим просто на мгновение эти семь ручеек, которые собираются в одну реку и находятся в нашем сердце. И что происходит? Кто верует в Меня? У того, как сказано в Писании. из сердца потекут. Это только семь. Найдите дома другие множества, друзья. И наша жизнь становится смысленной, радостной, благословенной Господа. Друзья, мы не будем сухие. Мы будем живые для Господа. Мы будем жаждать Его. Мы будем жаждать Его Слово, Его молитвы, общения с Ним, Его служения. Мы будем жаждать встречи. Мы будем жаждать возвращения нашего Господа, начиная день, заканчивая. Мы будем говорить, Господи, мы ожидаем Тебе. Друзья, на нас лежит огромная ответственность. У каждого верующего человека есть выбор, есть ответственность. Как он поступит с этим драгоценным Датом Духа Святого? Дадим ли мы ему возможность наполнять нас, утолять нашу жажду и вести по этой жизни? Пусть Господь благословит каждого из нас, открыть сердце Господу в молитве в этот час. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok